Всем огромный привет! Меня зовут Светлана и я, как всегда, безумно рада видеть вас на своем YouTube-канале и рада вам сообщить, что сегодня новый выпуск «Богиня шоппинга для бедных». Ура! Мое шоу «Богиня шоппинга для бедных» стало популярным в первую очередь за счет того, что я показываю, как я ношу вещи и внедряю вещи из магазина Second Hand. Я доказываю на своем примере, показывая это в прямом эфире, можно так сказать, как я эксплуатирую вещи и как они у меня проходят путь от выбора, от влога в магазине Second Hand до внедрения в собственный гардероб. Сегодняшняя тема и тема этого выпуска – День Святого Валентина, 8 марта и все вот эти, знаете, межсезонные, я так называю, межсезонные праздники, которые мы с вами должны провести стильно, модно. Я покажу вам образы, которые я собрала для вас и в этих образах, конечно же, будут вещи из магазина Second Hand. Обязательно перед просмотром поставьте лайк этому видео, вам не сложно, мне приятно и подписывайтесь, со мной интересно. Комментарию я тоже всегда очень рада. Если у вас нет второй половинки, то не расстраивайтесь, наряжайтесь для себя, это вообще не повод грустить, а может даже повод радоваться, знаете, если от вас ушла жена, то еще неизвестно, кому повезло. Шутки шутками, это так, знаете, чтобы вас как-то взбодрить и вам признаюсь честно, что я очень хотела ко Дню Святого Валентина сделать фотосессию. У меня была задумка, я хотела такую прогулочную фотосессию и вообще на саму идею этой фотосессии меня вдохновила вот эта кеппи. Я ее нашла в последний день в магазине Second Hand. Это был последний день завоза, вы сами смогли наблюдать весь процесс покупки, если вы не видели, то вот здесь появится для вас подсказочка, обязательно посмотрите. Когда я ее примерила, я сразу понимала, вот она, вот то, что мне нужно. Жаль, она не из шерсти, но как такой элемент гардероба, который вы вряд ли будете носить в повседневной жизни, а использовать его чисто для фото, возможно, для визуала, ну, возможно, еще несколько раз в нем пройдетесь, потому что эта кеппи вот огромное внимание на себя берет и все-таки создает такой, знаете, налет парижского стиля, который не всегда уместен. Первый свой образ я собирала на фотосессию, которая должна была быть на улице. И, знаете, я устала от дубленки, устала от шуб. Если вы не видели мой зимний гардероб, то тоже пересмотрите, думаю, вам будет интересно. Я уже хотела поскорее надеть пальто, потому что это такой элемент гардероба, элемент верхней одежды, в котором не будет настолько холодно, но, знаете, и он уже такой, немножко к весне нас подводит. И я выбрала черное пальто. Кстати, гардеробчик у меня на 10-го Валентина, ну, согласитесь, мрачненький. Посмотрите, сколько много черных. Разные оттенки черного и разные фактуры того же цвета. Это длинный миди. Оно длинное. Оно, знаете, всегда и на все времена. Я его купила в магазине Second Hand, и чтобы не останавливаться так долго на нем, я вам предлагаю пересмотреть видео, где я собираюсь с ним множество образов. Так вот, это черное пальто, так как оно очень нейтральное и однотонное, оно сразу, так знаете, удлиняет силуэт. С этой кепи выглядело, в принципе, неплохо. Я была довольна, и оно достаточно теплое. Совсем недавней моей покупкой к этому образу из магазина Second Hand встали вот эти ботиллионы в стиле изобельмарант. Это натуральная кожа. Я не помню, в какой из дней я их точно нашла, но обязательно вставлю для вас подсказку, чтобы вы смогли пересмотреть. Обувь, как это сказать, элемент гардероба. Эта обувь стала достаточно спорной. Многие сказали, что им место... Ну, не буду возвращаться к комментариям. В общем, многим эта обувь мне понравилась. Мне она прям приглянулась. Вы уже увидите в образе эти ботиллионы. Скажу, что они удобны за счет того, что все скрыто, но ногу они, конечно, полнят. Поэтому, чтобы не создавать такого эффекта слоника, я подобрала кожаные зауженные брюки. У меня получается практически Total Second Hand Look, но будут люксовые детали. Так вот, черные зауженные брюки я их покупала для богини шоппинга, который снимала в Киеве. Это единственный выпуск, который был снят в столице. Тоже пересмотрите, оставлю для вас подсказочку. Эксплуатирую, ношу. Они из тонкого кожзама, зауженные, на высокой посадке. Они, знаете, идут такой интересной формы. Вполнят бедра, а к низу идут зауженные. Вроде как эта модель называется бананы, но вот если с джинсами-бананами все понятно, то это как-то мудреная модель такая. Саму фотосессию к Дню Святого Валентина мы делали не только на улице, но и плавно перешли в кафе, потому что холодно было, честно вам скажу. Но снегопад и вся вот эта атмосфера, в которую мы попали, мне очень понравилась. Она такая романтичная. Этичная, знаете, сразу же хочется любви, такого тепла, какого-то уюта. И так как было уже тепло, и мы были в помещении, я для этого выбрала черную водолазку. Ну, не банально черный, потому что образ уже действительно такой черный-черный. Это все из-за вот этой кепи, которая сразу, знаете, акцентная такая, и подбирать нужно было просто-таки нейтрально. Я выбрала вот такой кожаный корсет. Я его надела просто поверх водолазки с плотным свитером. Такой друг не пройдет. Есть еще слога кожаный пояс, если нужно. Но, кстати, этот кожаный корсет хорошо все подчеркивает, и так подсобирает. Кушать в нем достаточно сложно. А вот кофе то, что нужно. В следующем образе предлагаю добавить краски. Кстати, я вам не сказала, что корсет мне подарил Сава. Еще в конце 2020 года я его ношу редко, использовала несколько раз. Например, на свой день рождения я его надевала под белый брючный костюм. И, в принципе, еще несколько раз на выход. Такая вещь, она должна быть в гардеробе. Ну, так как вкрапление, но точно не как база. А вот как база отлично подойдет красивое пальто цвета Кэм. Я его нашла тоже вместе с вами в магазине Second Hand. Постараюсь добавить подсказочку, если у меня еще останется место. Если нет, то ищите все ссылочки в инфобоксе. Это пальто просто замечательно. Особенно своей длиной. Потому что его длина позволяет носить как в классическом варианте. Например, я выбрала черные ботфорты, которые, честно, можно дотянуть просто до белья. Они эластичные. Это масс-маркет. Подобные можно найти как в Заре, так и на Алиэкспресс. Ботфорты у меня ассоциируются с весной, знаете, когда уже немножко потеплело. Вот это межсезонье. Февраль. Ты немножко такая в юбку уже себе позволила надеть, хоть еще и минус. Но вот ботфорты прям характеризует это время. Также я оставила свою воздушную блузу. Ажурный тут рукавчик такой. Может быть и строгая, может быть и романтичная. Вот можно даже и драматичный какой-то образ придумать. Например, добавить тот же красет. Будет здорово. Блуза универсальна. Вот это конкретно точно базовая вещь. Я года два назад снимала видео к Дню Святого Валентина. И у меня там образ был. Такой, знаете, весь розовенький, няшный, зефирный. Если вам нравится такое, то обязательно переходите, посмотрите, это видео тоже достойно вашего внимания. В этот раз я выбрала какие-то практичные такие вещи, в которых будет удобно. И вы точно найдете все эти элементы у себя в кардюрбе. Я вам гарантирую. Я выбрала ко второму образу шорты кожаные. Это резерт. Я их показывала в распаковке. Заглядывайте, у меня много распаковок. Почему-то они мало просмотров получают от вас. И лайков, и комментариев. Пожалуйста, посмотрите. Они такие объемные. Есть здесь родной пояс, но можно добавить ремень. Образ получился очень такой практичный. В нем понятно все, легко. Бежевое пальто имеет огромный плюс. Его очень классно. Можно сочетать со спортивными вещами. А если вы даже любите, знаете, такой стиль, где есть и классические элементы, и спортивные, то в этот образ можно добавить черную кепку. У меня такая есть. Тоже показывала ее в распаковке с сайта Ансфер. Обязательно ищите на моем канале. Во всех образах можно заменить обувь, можно заменить какие-то аксессуары, можно наоборот добавить аксессуары. Но я хочу все-таки вас вдохновить наряжаться в этот период. Хоть, знаете, у меня как-то февраль не очень. Я очень много хандрю, у меня плохое настроение. Если у вас тоже, напишите, поддержим друг друга. У меня черные обуви, вот эти ботфорты, но я выбрала коричневую сумку с золотой фурнитурой. Она такая классическая, интересная. Это винтажная сумка. Купила я ее в Польше, показываю ее очень часто, потому что действительно люблю, ношу, и мне кажется, она просто-таки универсальная, как ему подходит. С черным тоже хорошо работает. Просто черные ботфорты, они очень и очень нейтральны. Еще абсолютно спокойно можно к любым шортам или юбке выбрать классический жакет, или удлиненный жакет, или смокинг. Я показываю вам пример. Это бренд Наф-Наф. Тоже купила в недавнем видео в магазине Second Hand. Это такой интересный шокинг. Он представлен в аккаунте богиня шопинга. Переходите, и в продаже тоже это прекрасное бежевое пальто богиня шопинга. И доставка по всему миру. Там вы найдете очень классные и интересные вещи. Буду вас ждать. В следующем образе очень сильно отображается мой стиль. Я хотела вам его показать, потому что моей недавней находкой стал прекрасный брючный классический винтажный костюм. Он просто невероятно тоже выставлен у меня в магазине. Посмотрите, как он здорово стит. Я знаю, это не для всех. Многие вообще такое не любят. Не пишите это для тех, кто любит и кому такое заходит. Действительно, знаете, как мне зашло, например. Я выбрала такое кружевное бра, очень какой-то топ можно, легкий, возможно, какой-то игривый, сексуальный и так далее. В общем, выбирайте, кто как любит. И этот брючный костюм действительно придает какого-то шарма, такой женственности. Из аксессуара у меня винтажная сумочка, такой, знаете, полупортфель, полусумочка. Это итальянский бренд. Есть длинная ручка, есть короткая, тоже из моего магазинчика. Кожа винтажная, очень плотная. Видите, можно так затянуть. Почему я говорю как рюкзачок? Потому что вот на затяжке. Сейчас такая форма сумок самая актуальная. Вот, присмотритесь. То, что этот образ действительно в моем стиле, доказывает и наличие другого аксессуара, вот такой винтажной сумочки. Она темно-коричневого цвета, лаковая кожа внутри и снаружи. Это сумка произведения искусства винтаж 80-е. Я ее очень люблю. Она такая структурированная и такому образу, где есть гипер оверсайз, например, плечи вот этого пиджака, знаете, любого пиджака, который, какой бы вы только не выбрали. И если вот есть это гипер, то структурированная сумочка покажет вашу хрупкость. Я не знаю, как это так работает, но в моих образах, на моей фигуре это просто лайфхак. Пользуйтесь, выбирайте структурированные сумочки. Я вам забыла сказать, мой рост 1,65 м. И ботфорты мне достают до нижнего белья, ну, простите, уже я вам так рассказываю, а то, что у меня рост 1,65 м, в этом костюме совсем не видно. Меня очень сильно удлиняет не только стрелка на брюках, но и ботильоны, которые я выбрала, это ботильоны-чулки. Я их заказывала с сайта Дизи. Они очень классно справляются с той ролью, что вытягивают ножку. И знаете, вот не видно, где брюки заканчиваются, просто вот такой красивый удлиненный силуэт. Возьмите себе на заметку. Я вам хочу пожелать много экспериментировать, потому что не нужно все-таки загонять себя в какие-то рамки. Если вы хотите, например, надеть винтажный кардиган, где будут сердечки, чтобы показать, знаете, свой такой стиль, немножко такой инфантильной девочке, добавить чего-то розового, рюши, это тоже очень здорово. Я такое приветствую. Я вообще приветствую любой стиль, потому что с помощью одежды мы проявляем себя. Я с помощью этого выпуска Богини Шоппинга хотела вам показать весь путь, повторюсь, в начале видео это Габриила от магазина Second Hat до внедрения в собственный гардероб. Надеюсь, вам выпуск понравился. Габриил вам огромное спасибо за ваш просмотр и до скорой. Всем пока!